Давайте откроем Евангелие от Луки, первую главу. Сегодня мы говорим о том, что происходит, когда помазание вторгается в ваши естественные способности. Луки, первая глава. Дайте мне два Аллилуйя. Я готовлю вас к чему-то. На вас что-то сойдет. Я говорю, что-то сойдет на вас. И вы не будете говорить, что это было. Вы будете говорить, вот оно. Не что это, а вот оно. Вы получите объяснение к своим вопросам. Луки, первая глава. Начнем с 27 стиха. Это история о рождении Иисуса. К Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Только не относитесь к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся. Когда Господь с тобой, то это причина ваших благословений». Послушайте меня внимательно. Причина вашего помазания это то, что Господь с вами. Господь с вами. Помните, что говорится в Бытие, 39 главе? По-моему, об Иосифе. Там сказано, что Иосиф был процветающим человеком. Почему? Потому что Господь был с ним. Обратите внимание на то, что когда он назвал и провозгласил Иосифа процветающим человеком, Иосиф находился в рабстве. То есть, те материалы, которыми вы располагаете, не делают вас процветающим. Все ваши накопления не делают вас процветающими. Вопрос в том, с кем вы находитесь. Повернитесь к соседу и скажите, с кем ты? Это приносит вам процветание. Иосиф был рабом. Он не имел ничего в запасе. Все, что у него было, принадлежало хозяину. Но он был провозглашен процветающим. Не забывайте об этом. Ваше процветание не должно определяться в первую очередь материальным имуществом, а уж потом Духом Святым. Ваше процветание определяется, основывается и создается на том, с кем вы. Поставьте Иисуса на первое место и позвольте Ему вести и направлять вас. Потому что мы знаем, что будет в итоге. Иосиф прошел путь от раба в тюрьме до премьер-министра Египта. Второй человек по влиянию. Он носил кольцо власти и обладал мудростью, которая позволила фараону обрести большое богатство, чем когда-либо. Почему? Все дело было в том, с кем был Иосиф. Ну, вот опять. У вас должны быть отношения со Святым Духом, прежде чем вы попытаетесь по-настоящему понять, что такое процветание. Настоящее процветание – это просто откровение о присутствии Божьем, которое получает человек. Вот что такое настоящее процветание. Настоящее процветание – это не сумма материалов, находящихся в вашей собственности. Потому что человек может располагать материалами, но быть без Святого Духа и работать до конца своей жизни, и не использовать то, что так долго собирал. С кем вы? Вы должны дать ответ на это. Должны определиться. Должны практиковать присутствие Святого Духа, пока не начнете слышать Его каждый день и говорить с Ним каждый день. Он будет вести и направлять вас. И теперь у вас возникает настоящее взаимоотношение. Вы не можете быть лицемером и практиковать присутствие Духа Святого, потому что Дух Святой начнет говорить с вами каждый день о вас самих. И каждое откровение, которое вы будете получать, будет о вас. Не надо никому звонить и говорить, «Я хочу рассказать тебе об откровении, которое я получил от Духа Святого». Нет, оно было для вас. И когда вы начинаете практиковать присутствие Святого Духа, то будьте готовы к тому, что Он будет судить вас во всех поступках, которые будут выходить за линию Божьей любви. Потому что с Духом Святым нет процветания, если человек находится вне любви Божьей. Он ведет и направляет меня. Как вы думаете, куда Он ведет и направляет вас? Он ведет и направляет вас по пути любви. Он показывает вам вещи, которые отошли от линии, вещи, которые не на своем месте, и Он берется за них. Бог был с Марией. Она благословлена из-за того, кто был с ней. Она помазана из-за того, кто был с ней. Она получила силу на успех, благодаря тому, с кем она была. Мария не могла быть связана естественными способностями или физическим миром, благодаря тому, с кем она была. с третьей личностью Бога. Вот что я пытаюсь показать вам в этой серии. Вы должны понять ценность и важность ваших отношений с Духом Святым. Вы не должны забывать о них, терять их или остывать к Нему. Ведь именно отношения с Духом Святым в итоге определят успех или неудачу в этом физическом мире. И когда у вас возникают отношения со Святым Духом, то ничто не должно быть угрозой для вас, потому что с вами кто-то есть. И все, что пытается вас остановить, не будет успешно из-за того, кто находится с вами. Бог обещал, что все это сбудется благодаря тому, что вы будете с Ним. Вот почему мы называем это личными отношениями с Духом Святым, а не проявлением Духа Святого. Когда мы приходим в церковь для того, чтобы нам было хорошо, Дух Святой появляется в вашей спальне, в вашей машине, и начинает говорить с вами, когда вокруг нет никого, перед кем вы могли бы выставить это на показ. Это личные отношения с Духом Святым. И я могу сказать некоторым людям, которые приходят в церковь и утверждают, что имеют отношения с Духом Святым, а затем теряют над собой контроль. У вас нет отношений с Духом Святым. Он не будет прерывать себя. Невоспитанные христиане показывают свою незрелость тем, что не имеют настоящих отношений с Духом Святым. Они просто играют с Ним в свое время на церковной площадке. Но они не знают Его. Они не знают Его. И когда я говорю «знать», то я имею в виду знать на практике. Не просто иметь знания, но пережить Его. Я слышу Его. Я говорю с Ним. Он говорит ко мне. Он ведет. Он направляет меня. Он спасает меня. Он хранит меня от того и этого и ведет меня. У меня нет выбора, кроме как приписать все заслуги Духу Святому, потому что я мало что знаю. Люди говорят «кто-то сказал мне». Перестаньте говорить, что кто-то сказал вам. Воздайте должное тому, кому это принадлежит, Духу Святому. Забудьте о Духе Святом, и вы увидите, как ваша жизнь снова вернется к среднестатистической. Вы будете среднестатистическим христианином, который исполняет свой почетный долг и приходит в церковь, читает Библию, молится бессмысленными молитвами, на которых нет ответа. Не знаю, как вы, но мы вложили в это слишком много времени, чтобы не получать результатов. Аллилуйя! Итак, вот ситуация. Девственница, которая должна забеременеть без физического вмешательства, и единственный ответ, который она получила от ангела, это Святой Дух. Итак, смотрите, Луки 1 глава. Посмотрим, где мы? Стих 28. «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь...» Смотрите, «Господь с тобою». Посмотрите, что происходит. Когда с вами Господь... То и благосклонность с вами. Она действительно получила невероятную благосклонность. Когда вы развиваете отношения со Святым Духом, то ждете благосклонности. Благосклонность приходит в результате взаимоотношений, которые вы развиваете на практике Божьего присутствия. Именно тогда приходит благосклонность. Она получила огромный почет, была благословенна и получила силу к процветанию. «Господь с тобою. Благословлена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла. «Что бы это было за приветствие?» Эти слова застряли у нее в голове. И она немного запуталась в том, что ангел сказал. И они крутились у нее в голове. Мария думает, «Что это было за приветствие? «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царству его не будет конца». А теперь посмотрим на Марию. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю? Как это может быть, если у меня не было близости с мужем?» Иначе говоря, даже Мария знала, что понадобится сперматозоид, который войдет в контакт с яйцеклеткой, прежде чем произойдет услышанное только что. И она задала вопрос, «Как такое может произойти без мужа? Как я смогу забеременеть, и как все это сбудется?» Послушайте, что ангел ответил ей. Ангел сказал ей в ответ, «Смотрите, Дух Святой найдет на тебя и сила». Обратите внимание, что происходит. Дух Святой приходит, сходит на нее и сила. А что это? Это способность. Способность получать результаты. Способность получать результаты приходит от Святого Духа. Это помазание. Способность получать результаты. Способность забеременеть без сперматозоида. Была дана ей Святым Духом. Это называется силой. Это помазание. Это способность одержать победу. Это способность выполнить задачу. Она сойдет на нее, «И сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божьим». Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо, смотри, у Бога, давайте, скажите, не останется бессильным никакое слово. Посмотрите, как Господь расширил ее возможности. У Бога, кто из вас сталкивался с тем, что вы бы сами назвали невозможным, но в то же время вы получили способность преодолеть это невозможное, только верою в Слово. Через Святого Духа вы имеете силу внутри, чтобы преодолеть все невозможное. Скажите, «Я верю в это». Скажите еще раз, «Я верю в это». Мы просто должны снова задействовать нашу веру. Вера — это связь с помазанием. Мы должны снова задействовать ее. Вы владеете силой, чтобы преодолеть все невозможное. И когда вы слышите, как кто-то говорит вам, «Это невозможно», то вы должны сразу же говорить себе, «Похоже, есть работа для Бога Эль-Шадая». Ваш разум должен реагировать иначе перед лицом невозможного. Если вы хотите увидеть, как велик ваш Бог, когда вам говорят, что что-то невозможно, то вы не должны реагировать. Да, им виднее. Может быть, Господь не хочет, чтобы у меня это было. Смит Вигглсворс верил в это. И поэтому он пошел на похороны, достал человека из гроба и сказал, «Иди». Но человек не хотел стоять. И тем более идти, потому что он был мертв. Но Смит снова сказал, «Я говорю тебе, иди». Люди испугались и разбежались в похорон. Но Смит не собирался уходить оттуда без ответа. «Ты знаешь, кто говорит с тобой? Это сила Духа Святого, живущего во мне». Я говорю, «Иди». И теперь парень встал и пошел домой со Смитом. Он несколько раз воскрешал людей во время своего служения. Вы смотрите на меня с удивлением, потому что вы не видели ничего подобного. Пока что. Вы не видели этого, потому что вам больше знакомы подделки. И вы не можете распознать оригинал. Вы привыкли слушать, что говорят люди, а не что говорит Бог. И чудеса и знамения прекратились, потому что исчезла вера в невозможное. Но я говорю этой церкви, верните свою веру. Давайте верить, что Бог совершит невозможное. Давайте смотреть на невозможное и смеяться над ним, потому что с Богом нет ничего невозможного. Вы можете посмотреть на это и сказать, «Звучит хорошо, но пусть этим займется кто-то другой». Я очень взволнован по поводу этих последних дней. Это возможность приготовиться к излиянию, которого Земля не видела никогда ранее. Как нам приготовиться? Мы должны возбудить свою веру, начать называть несуществующее существующим и верить Богу. Когда вы будете поступать так, то вы окажетесь в положении, что будете искать прихода всего этого. Но если вы просто довольны среднестатистическим, то уйдите с дороги. Я недоволен среднестатистическим. Я должен увидеть те дни неба на земле, когда об этом пророчествуются в Библии. Я должен увидеть то, о чем говорит Бог. Я не хочу предстать перед Ним и услышать. Ты мог бы верить мне в большем, но ты остановился, потому что твое внимание привлекло гонение, и ты увел свой взор от награды. Настало время собраться с силами. Я не буду стоять перед Богом и слышать. Ты не научил мой народ, как верить мне. Аллилуйя! Я учу вас верить в Него. Я учу вас, как использовать веру. Аллилуйя! Слава Богу! И все это начинается со взаимоотношений любви со Святым Духом и практике Его присутствия. Все это начинается прямо здесь, с личностью, которую вы никогда не должны забывать. Это будет раздражать меня. И этим вы будете блокировать благословение. Не прощение блокирует благословение. Споры блокируют благословение. Тот, на кого вы злитесь сегодня, блокирует благословение. Грех блокирует благословение. Но ведь у меня есть кровь. Да, у вас есть кровь. И вы будете очищены. но это блокирует вас. С вами бывало такое, что вы постоянно начинали все заново. Перестаньте пытаться найти оправдание для греха, а начните искать возможности для благословений. Аминь. Стих 38. Тогда Мария сказала, «Посмотрите на то, что она сделала, потому что то же самое предстоит сделать и нам». Из этого можно вынести много уроков. «Сероба Господня, да будет мне, не потому что я чувствую, или каково мнение других об этом, а по слову твоему». И отошел от нее ангел, сказав, «Все, можно идти, она все поняла». Вы не слышите меня. В 38 стихе она забеременела. Вы не понимаете, что я говорю. В 38 стихе она забеременела. А теперь давайте перейдем к нам. У всех нас есть чрево. И даже у мужчин. У каждого из нас есть чрево. И оно в вашем сердце. Ваше сердце — это матрица. Ваше сердце — это чрево. Жизнь не происходит с вами. Она проистекает из вас. Жизнь выходит из вас. Приджи говорят, чтобы мы охраняли свое сердце, или свое чрево, потому что из него текут источники жизни. Один из переводов говорит, что из сердца текут силы жизни. Еще один перевод говорит о том, что из вас происходят силы, которые управляют жизнью. Жизнь не просто переключилась, она происходит от вас. Это результат того, что вы позволяете посеять внутри своего чрева. Обратите внимание, когда пришел ангел. Это очень сильная вещь, и я собираюсь открыть ее вам. Обратите внимание на то, что ангел пришел со словом. Разве не так? Он пришел со словом от Господа. Кто из вас знает, что мы можем получить слово от Господа? А теперь послушайте меня. Послушайте. Прорывы не происходят просто потому, что вы получили слово Божье, а потому что вы получили слово от Бога. Мария получила слово от Бога через ангела. Сегодня вам не нужны ангелы, потому что есть Дух Святой, который может дать вам слово от Бога. Но не совершите ошибку. Не думайте, что будет достаточно знать слово Божье, потому что настанет время, когда слово Божье будет ставить вас в такое положение, что вы будете получать слово от Бога. Семя Бога попадает в чрево человеческого духа, в его, так сказать, свидетельство о духовном рождении, в его сердце. Именно это и произошло с Марией. Мария получила результат в физическом мире, и мы получим его там же. Оно произвело физический результат, и он сказал, чтобы эта святая вещь называлась «давар». Помните, это слово «давар»? Когда было слово, то была и вещь. Но она была лишь в начальном этапе. И если говорить просто, то это была вещь, связанная со словом. Если произнести это слово на вашем родном языке, то оно все равно останется просто словом. А теперь послушайте меня внимательно. Мы никогда не видим слова в образе вещей. Но в начальном этапе семя превращается в нечто явное. Все, что существует, пришло от «давара», слов «вещей». Когда Самуил начал слушать Слово Божье, какое слово он имел в виду? Марка 11 глава. Что не скажете? Видите, слово и вещь — это одно и то же. Что не скажете? Вы можете говорить, и вы делаете это по той причине. Все, что вы говорите, — вещь. Просто она еще в первозданном виде. Это лишь начало. Все, что вы говорите, вы получите. Это вещи. Подумайте об этом. Обновите свой разум. Что бы вы ни говорили, подумайте об этом. Это вещь. И вот этот ангел Господи, помоги мне, пришел с Иисусом. Подскажите мне, когда женщина становится беременной, у нее возникает этот... Да, это именно то слово, что я искал весь вечер. Эмбрион. Слово — это эмбрион, который уже содержит физические вещи. Но когда ангел пришел со словом от Господа, то он пришел с эмбрионом. Не нужна была ей циклетка Марии или сперматозоид другого мужчины. Иисус уже был в форме эмбриона, в форме слова. Вы слышите меня? В слове. Вы должны понять это. Ангел принес эмбрион. Ему нужен был лишь физический дом, чтобы родиться в этот мир. Каждый человек имеет чрево. Слово «эмбрион» не было посажено в чреве женщины. Ее физическое чрево не приняло бы его первым. Оно было посажено в ее духовном чреве. И когда она приняла его духовным чревом, то он перешел в физическое. Если вы когда-нибудь поймете это, то вы сможете брать слово со страниц и держать его, пока у вас не будут новые роды, новый эмбрион. И когда вы примете то, что Господь говорит вам в вашем чреве сердца, тогда оно вырастет в вашем сердце и перейдет в физический мир. Так было всегда. Вот почему Господь сказал, чтобы мы хранили свое сердце. Почему? Потому что из него текут источники закона и жизни по вере. Вещи рождаются из чрева, люди, которые принимают эмбрионы слова, решают, позволят ли они расти им и являться в их жизни, или же они выкинут их без явления. Враг приводит ко множеству духовных абортов. Сатана хочет прийти с другими словами, которые призваны уничтожить эмбрион. Он хочет прийти и сказать определенные вещи, чтобы привести к аборту. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Давайте прочитаем этот стих вместе. Готовы? Читаем. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Иисус говорит эти слова после того, как Он сказал, что к тому, кто любит Его и исполняет Его заповеди, того возлюбит Отец, и они с Иисусом придут к Нему и сотворят у Него обитель. Он начал говорить о том, что Святой Дух есть утешитель. Мы уже сказали о том, что Дух Святой — Личность. Он — Третья ипостась Троицы. Троица — это Отец, Сын и Святой Дух. На прошлой неделе мы потратили немалое количество времени, говоря о развитии веры и пребывании Святого Духа в вас. Иначе говоря, то, что Дух Святой живет в вас, не должно быть просто идеей. Вам необходимо развивать осознание реальности этой жизни, проводя время в общении с Ним, с тем, чтобы такая практика присутствия Святого Духа вывела вас на уровень, когда Его присутствие настолько реально, что Он ходит с вами и говорит. Он ведет и направляет вас. Я думаю, что нам надо, прежде всего, начать с веры в реальность присутствия Святого Духа в нас. Дело в том, что если вы не будете внимательны, то очень скоро окажется, что вы смотрите на это как на миф, потому что вы не практикуете присутствие Святого Духа. Когда Бог для вас становится реальным, и вы практикуете Его присутствие, тогда вы начинаете зависеть от Его водительства, вы начинаете зависеть от Его руководства, зависеть от того, что слышите. Не время от времени, но каждый день. И тогда я думаю, вот что должно произойти. Нам необходимо начать общаться с Ним, говорить с Ним, позволять Ему вести, направлять и утешать нас. Писание говорит, «Я пошлю вам другого Утешителя, Духа Святого, которого пошлет Отец во имя Мое. Отец уже послал Его нам». Иисус сказал, «Он научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Затем мы перешли ко второй главе первого послания Иоанна и стали говорить о помазании. Мы заявили, что помазание — это не что-то, помазание — это личность. Это тот, кто дает способность. Нельзя говорить о помазании, не говоря о Святом Духе, потому что Святой Дух есть личность, и помазание приходит от Него. И мы говорили, что чем больше вы будете проводить время со Святым Духом, тем больше Он будет втирать в вас свое помазание. Время, проведенное со Святым Духом, определит уровень помазания, который будет действовать в вашей жизни. В 27 стихе второй главы первого послания Иоанна говорится, «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». Итак, помазание, которое вы получили, вы получили от Духа Божьего. Библия говорит в пятом стихе пятой главы послания к римлянам, что Дух Святой излил в наши сердца любовь Божью. Обратите внимание, что не только помазание зависит от личности Святого Духа, но также и любовь Божья. Давайте быстро прочтем из пятой главы послания к римлянам. Послание к римлянам, пятая глава, пятый стих. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Я хочу, чтобы вы обратили внимание, в первом послании Иоанна сказано, что помазание было дано вам Святым Духом. В пятом стихе пятой главы послания к римлянам сказано, что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. Так что вам необходимо увидеть связь. От Духа Божьего происходит любовь Божья. От Духа Божьего происходит Божье помазание. Лиди и джентльмены, любовь Божья и Божье помазание действуют вместе. Невозможно отделить любовь Божью от Божьего помазания или говорить о помазании Божьем без Божьей любви. Так что, если мы хотим увидеть помазание в действии, мы должны увидеть в действии любовь Божью. Мы должны увидеть любовь в действии, если хотим увидеть в действии силу. Вспомните, что сказано в послании к Тимофею, «Дал нам Бог Духа небоязни, но силы и любви и здравого разума». Они все идут вместе. Наш разум здрав тогда, когда он в согласии со Словом Божьим и волей Божьей для нашей жизни. Когда мы подчиняем свой разум любви Божьей, любовь Божья приводит в действие Божью силу. Дело в том, что враг пытается вывести вас из любви, чтобы тем самым лишить вас силы. Опять-таки, что такое сила? Это способность получать результаты. Наша способность побеждать и получать результаты зависит от цепкости, которая требуется для того, чтобы оставаться в любви. Что бы ни случилось, если я буду пребывать в любви, я буду пребывать в силе. Если я буду пребывать в любви, тогда я буду получать результаты. Если я буду пребывать в любви, будут происходить события. Если вы сможете заставить христиан не ходить в любви, тогда у них не будет помазания. Сила и способность получать результаты будет недоступна для них, и в итоге получится группа терпящих поражение людей, которые носят имя христиан, но не имеют силы, потому что они имеют любви. И что дальше? Библия пророчествует о том, что в последнее время во многих охладеет любовь. И вам надо следить за тем, чтобы ваша любовь не охладела, потому что если это случится, то что еще охладеет? Если охладеет ваша любовь, тогда охладеет ваше помазание и ваша сила. Так же, как и ваша способность получать результаты. Так что все и всегда утверждается на любви Божьей. И мы так жаждали, чтобы у нас была сила Божья, но не так уж жаждали, чтобы у нас была Божья любовь, а они не могут быть одна без другой. Вам необходимо иметь любовь к Божью, и ваша любовь к Богу проявляется через послушание Богу и через любовь друг к другу. Библия говорит в 22 главе Евангелия от Матфея, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Эти слова — результат вопроса, какая наибольшая заповедь в законе? Иисус отвечает, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего как самого себя». Если любовь стала для вас чем-то очень скучным, тогда я скажу вам, что если у вас ее нет, то интересные части любви, сила и способность получать результаты не появятся в вашей жизни. Всякий раз, когда вы будете поступать не по любви, ваше будущее будет бессодержательным, пустым, не будет никакого результата. Так что в следующий раз, когда у вас будут проблемы с непрощением или с недостатком любви, особенно это касается сферы брака, потому что, говорю вам, безусловную любовь можно проявлять и практиковать каждый день с вашим супругом, вашими детьми, прямо у себя дома, и тогда, выйдя из дома, вы будете эффективно действовать в любви Божьей. Иногда мы думаем, что не выполнив этой первой задачи, мы будем действовать в силе вне своей семьи, в то самое время, как в нашем доме нет любви, так что приходит атака от сатаны, нападение происходит в эти последние времена, и если ваш брак подвергается атаке, если атаки подвергаются ваши отношения, пожалуйста, поймите, что это делается для того, чтобы вы попали в позицию, где у вас не будет результатов из-за того, что вы не действуете в помазании и в силе. Итак, примите решение оставаться в любви, и тем самым вы примите решение оставаться в силе, и в этом мире вы будете царствовать и править над тем, что происходит. Аминь? Помазание — это, просто говоря, сила или способность побеждать. Помазание для победы. Помазание — это сила и способность действовать. это сила, способность от Бога, которая будет дана вам, чтобы вы смогли сделать что-то. Слово «помазывать» означает «натирать», «намазывать», «втирать». Кто-то помазывает вас елеем, он льет его на вас, втирает его. Помазание Божье — это намазывание на ваше естество Божьей силы, и способность делать то, что вы сами совершить не смогли бы. Есть такие, кто думают, что смогли бы достичь большего своими способностями, чем если бы имели на своей жизни Божье помазание. Мы хотим прочесть несколько мест, чтобы показать вам, что бывает, когда сверхъестественное приходит на естественное. Я хочу вам показать, что, когда на вашу жизнь придет помазание, оно окажет влияние на естественную сферу. Имея помазание, вы начинаете видеть и переживать большую способность получать результаты. И потом вы поймете, что время, проведенное со Святым Духом, никогда не бывает потраченным зря. Давайте сегодня начнем с 18 главы Третьей Книги Царств и увидим, что происходит, когда в нашей жизни имеет место эта покраска, это намазывание. И таким образом я хочу ободрить вас, иметь мотивацию сделать то, что необходимо, чтобы иметь это помазание во все времена. Третья Книга Царств, 18 глава. Когда найдете это место, присоединяйтесь ко мне. 44 стих. Это история об Ильи. Вообще-то давайте начнем с 41 стиха. Здесь говорится об Ильи и Ахаве. И о том, что скоро начнется большой дождь. В то время на земле была засуха уже долгий период, потому что человек Божий использовал свою власть, сказал, что дождя не будет. А затем он использует свою власть для того, чтобы пошел дождь, и предупреждает, «Поспеши и садись в колесницу, потому что скоро будет дождь». Хорошо, начнем с 41 стиха 18 главы Третьей Книги Царств. «И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илья взошел наверх кормила, и наклонился к земле, и положил лице свое между коленями своими, и сказал отроку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до семи раз». Это потрясающе, потому что, когда вы знаете о своей власти, на вас не будет действовать то, как выглядит ситуация. Зная о своей власти, вы не сдадитесь. Илья сказал своему слуге, «Пойди и посмотри». Он отвечает, «Я ничего не вижу». Илья сказал ему, «Сделай это семь раз». И произошло так, что в седьмой раз тот сказал, «Вот, небольшое облако поднимается. Небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую». Облако было величиной в человеческую ладонь, но пророк сказал, «Я слышу звук большого дождя». Слава Богу! Аллилуйя! Возможно, вы видите что-то небольшое, но если Бог произнес над вашей жизнью пророчество, вам надо держаться за него, пока оно не исполнится. Хорошо, смотрите дальше. Он сказал, «Величиной в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою, и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». И произошло так, что небо сделалось мрачно от туч. Мне нравится эта часть. И произошло. И произошло. Мы живем в такие времена, когда нам необходимо умело использовать помазание, которое есть у нас, благодаря отношениям со Святым Духом. Нам необходимо говорить со властью и не думать, что то, что видят наши физические глаза, определит, произойдет что-то в нашей жизни или нет. Если Слово Божье говорит что-то, требуется человек, который ухватится за обещание, чтобы обещанное родилось. Произошло. Аллилуйя. Вам необходимо сломать сдерживающую стену, но для этого требуется агрессивная вера. Смотрите, что он сказал. «Что ты видишь? Ничего не вижу». Тогда сделай это семь раз. Иначе говоря, если вы идете и ничего не видите в первый раз, не сдавайтесь. Мне это очень нравится. То, что это не случилось с первого раза, не значит, что это не случится вообще. А многие из вас, вы приходите к Богу один раз, ничего не видите и на этом останавливаетесь. Вам надо принять решение. Я верю Богу. Если я не увижу этого с первого раза, я приду во второй, третий и четвертый раз. Я не успокоюсь, пока не получу обещанное. И произошло. Мне это нравится. И произошло. Говорю вам, в предстоящие месяцы это должно стать вашим свидетельством. И произошло. Аллилуйя. Я жду и радуюсь всему тому, что произойдет. Слава Господу. Но мне необходимы дерзновенные христиане, которые углубятся в Слово Божье, которые будут действовать в силе и власти, чтобы можно было сказать, «И произошло». «Слава Богу». «И произошло». Какой вы христианин? Я из тех, кто сможет сказать. «И произошло». Я думаю, вам надо поразмышлять над этими словами. «И это произошло». Бог хочет, чтобы в нашей жизни произошли определенные вещи. Бог в эти последние времена хочет показать, что ему нужны люди веры, которые будут стоять на его слове и знать о своей власти, чтобы он смог показать миру. «И это произошло». «И это произошло». Я стараюсь сказать что-то другое, но все время вижу перед собой. «И это произошло». Я пророчествую, «И это произойдет в вашей жизни». Я пророчествую, что слова «это произошло» станут свидетельством вашей жизни. Я не знаю, что вы хотите получить от Бога по вере, но я благодарю Бога за то, что это произойдет. Боже мой! Некоторые из вас верили Богу, что произойдет духовный прорыв, и я говорю вам прямо сейчас, это произойдет. Некоторые из вас верят Богу, что получат исцеление, некоторые, что получат работу, некоторые из вас верят, что Бог даст им что-то еще. И хвала Господу, если с вашим хождением с Богом все в порядке, то обещанное произойдет, оно сбудется. Повернитесь к двум людям и скажите, «И это произошло». И это произошло. И это произошло. И это произошло. И это произошло. Вот во что я верю. Я верю в то, что в предстоящие несколько месяцев свидетельством этой церкви будет то, что вы будете говорить друг другу. И это произошло. Знаете, я начал использовать свою власть. Я начал говорить. Я стал держаться этого, и это произошло. Знаете, я взял и решил. Знаете что? Я больше не буду сдерживаться. Стена вокруг меня рухнула, и это произошло. Аллилуйя! Израильтяне ходили вокруг Иерихонской стены. В первый день она не рухнула. И во второй, и в третий тоже. Но, леди и джентльмены, конец этого свидетельства был таким, и это произошло. И так достаточно. Это слово будет проповедовать само себя. Повернитесь в другую сторону и скажите. И это произошло. Все, чего ищет Бог людей веры, которые станут действовать так, что будет ясно, то, что сказал Бог, обязательно сбудется. Вам надо помочь мне в этом. Он ищет людей веры. Он ищет людей веры, которые не боятся верить в то, что все сказанное Богом сбудется. Он сказал, значит, так произойдет. Так что начните исповедовать, начните действовать так, как будто обещанное уже произошло. Воскликните. И это произошло. 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 Эй, Дон, ты верил, что Бог даст тебе работу, и это произошло. Сбылось, не так ли? А? Хорошо оплачиваемую работу. Воскликните еще раз. И это произошло. Итак, вы называете несуществующее, как существующее. Вы не говорите после того, как это уже произошло. Но вы говорите сейчас. Вот это и есть усилие. Царство Небесная Сила уберется, и употребляющие усилия восхищают его. Не дожидайтесь, пока вам дадут. Берите сами. Берите. Берите свое исцеление. Берите свое продвижение по службе. Берите свое освобождение. Берите свой хороший брак. Воскликните. И это произошло. Мы можем идти домой. Этого достаточно. Этого достаточно. Если вы не усвоите что-то еще, этого достаточно. Вы можете победить дьявола этой небольшой фразой. И это произошло. Хорошо, смотрите. И это произошло. Да, это произошло. Да, это сбылось. Нет, ничего не произойдет. А оно произошло. Понимаете, нам надо быть подобными и Егове. Он объявляет конец с самого начала. Мы не будем дожидаться момента, когда увидим конец события. Мы, люди веры. Вот кто мы. Если будете дожидаться конца, он будет нежелательным. Конец должен быть предопределен еще до начала процесса. Вы не слышите меня. Процесс. Да, да. Это произошло. Аллилуйя, слава Богу. Это произошло. Аллилуйя. Я благословен. И это произошло. Я благословен на входе и на выходе. И это произошло. Я избавлен. И это произошло. У меня прекрасный брак. И это произошло. Да. Да. Мой друг, я пророчествую вашу жизнь. Это слово будет использоваться часто, и это произошло. Так что начните провозглашать сейчас. И это произошло. И это произошло. Слуга Ильи вначале не видел ничего, а потом увидел облако размером с ладонь. Но это произошло. Но это произошло. Не знаю, на что вы будете смотреть завтра. Пусть это не собьет вас. И это произошло. Это слово от Святого Духа. Хорошо. Хорошо. Говорю вам. Когда учишь, то хочешь что-нибудь порвать. Со сцены все убрали, так что рвать нечего. И произошло так, что... Боже милостивый. Посмотрите на следующие слова. Между тем... В то время, как шли события, все еще происходило. И произошло. Слава Богу. И произошло так, что... Помогайте мне. Между тем... Между тем бывает тогда, когда что-то происходит. И произошло так, что между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел на колесницу и поехал в Израиль. Да. А теперь смотрите. И рука Господа... И рука Господа... Вам надо что-то узнать. Каждый раз, когда появляется эта рука... Она будет втирать в вас... Намазывать вас... Рука Господа была на Илии. Вот почему я хочу, чтобы вы были под могущественной рукой Божьей. Рука Господа была на Илии. И что происходит, когда рука Господа была на Илии? На нем было помазание. Что было дальше? Он опоясал чресла свои. Вы посмотрите на это. Эта ситуация похожа на ту, когда вы в детстве снимали обувь и бежали на перегонки. Вы делали это босиком, закатив брюки, потому что у вас не было подходящей обуви. И он бежал... Смотрите. И бежал перед Ахавом до самого Израиля. Он бежал перед колесницей Ахава. Это был забег на 32 километра. А не 100-метровка. Представьте себе, какая была колесница у Ахава. Представьте, сколько в нее было запряжено лошадей. Вот Ахав, его колесница с лошадьми. И Илия, но на нем рука Бога. Он помазан. В обычном порядке вещей Илия не смог бы опередить колесницы и лошади Ахава и первым добежать до Израиля. Но на Илии была рука Господа. Обратите внимание, это произошло. Когда на него пришло помазание, на естественное пришло сверхъестественное. Его сверхъестественные способности превзошли естественные. И он пробежал 32 километра, опередив Ахава с его лошадьми и колесницами. Услышьте то, что я говорю. В обычном порядке вещей это невозможно. Этого нельзя сделать. Невозможно человеку опередить колесницы с лошадьми. Вы, как человек, не можете сделать этого в силу своего естества. Но смотрите, что произошло, когда Бог дал человеку способность. Он поднял его на сверхъестественный уровень, и Илия одержал победу. То же самое помазание доступно и нам. Оно внутри нас. Но мы не используем его, потому что не верим так, как верили раньше. И я стараюсь поднять вашу веру. Я хочу, чтобы вы поняли, что это помазание не упадет на вас с небес. Дух Святой уже дан вам. В день, когда вы родились свыше, Он поселился в вас. Вы обладаемы силой Святого Духа. Все способности, которые были у этого человека, есть у каждого из тех, кто сделал Иисуса Христа Господом своей жизни. Нам только надо понять, как пользоваться этими способностями. Илия опередил лошадей и колесницы благодаря помазанию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Субтитры создавал DimaTorzok